Здравствуйте! Сегодня я хочу рассмотреть тему Как проверить место, где более может находиться рыба И в каких местах, и как это место определить Для этого используем вот такой грузик Кто называет его булава, кто якорь Есть другие грузики Делаем заброс в разные точки на водоеме Чтобы более точно определить состояние дна водоема То необходимо использовать плетенку или так называемый шнур Леской эту ничего не получится Простукивание дна не будет так ощутимо, как плетенка И в руках лучше иметь фидер Так будет более чувствительное простукивание дна водоема При протягивании грузика под дно водоема Каждый сможет легко ощутить, где идет ил, где ракушечник Где трава или еще какие-то другие зацепы Это все хорошо ощутимо При первом забросе и при простукивании дна водоема Я тоже сомневался, что это будет ощутимо И как это можно понять Когда я это начал заниматься, да Все это ощутимо и все это передается нам через фидер Так я иду делать заброс И теперь буду делать протягивание этого грузика под дно водоема Чтобы в дальнейшем узнать, где идет ямка или впадина Потому что там более скапливается рыба Туда буду делать заброс кормушки И чтобы в дальнейшем вылавливать оттуда рыбу Вес этого грузика 80 грамм Итак, делаем первый заброс Даем возможность сперва грузику упасть на дно водоема Вот слышим, идет послабление Как бы такой рывочек пошел Или ослабление И этим подает знать, что грузик достал дно водоема И начинаем помаленьку делать протяжку Этого грузика под дно водоема Вот здесь слышно ракушечник Потому что идут такие как бы вибрации Ровно, без всяких зацепов Это ракушечник Глубина в этом месте реки более 10 метров Вот в этом месте слышно какой-то маленький зацеп Возможно там трава или что-то Или какой-то другой предмет Прошло это место и опять идет ракушечник И слышно как бы небольшая идет вибрация Слышно, что грузик идет как бы потяжелее Значит здесь он поднимается на пробку Выходит из дна водоема Значит в этом месте конец русла реки И так в одном направлении делаем несколько забросов Начиная с дальнего и кончая ближний к берегу Где мы находимся Сейчас буду делать заброс грузика в другом направлении Тоже начинаю с дальнего заброса Грузик упал И считаем за сколько секунд он достанет дна Прошло около 9 секунд Значит в этом направлении глубина чуть больше Чем было левее Потому что там грузик достал дна через 8 секунд И так будем сейчас протаскивать по этому дну Протаскиваем Тоже ракушечник ощущаем Все идет ровно И идет как бы вибрации И таким способом как первоначально делал я протяжку Также самым мысленно делаем рельеф поверхности дна данной реки И определяем по забросу и по ощутимости Как вибрирует наш грузик То место где будет больше скапливаться рыба Куда нам в дальнейшем необходимо будет забросить кормушку И так определяя нескольких направлений Начиная с задней точки заброса И кончая ближней Мы исследуем рельеф на реке Я нашел эту точку правее от первоначального заброса Здесь более как бы углубленное место Потому что счет в секундах пошел уже 10 секунд падения Здесь получается ямка А дальше за этой ямкой идет на подъем На броку После этого я буду делать заброс кормушку в это место И ловить рыбу Если повезет Делаю заброс кормушку в это место С первого нескольких кормушек Необходимо выбросить для прикормки рыбы Это кормушек 10-15 А потом пойдет рыба Но если повезет И от первого заброса может клюнуть рыба Да Идет поклевка Вытаскиваем Посмотрим что будет Да Рыбка есть С первого раза рыба попалась на крючок Вот так мы дальше продолжаем Лов рыбы Кто желает получать известие от оборонных новых интересных видео То подписываемся на мой канал Всем желаю уловиться и рыбалки Всего доброго До свидания